Стихия, по словам местных жителей, на улицу Нижних Овдинскую обрушилась в начале второго ночи. Урагану потребовалось всего несколько минут, чтобы повредить кровлю почти на всех домах. То, насколько сильные были порывы ветра, можно судить вот по этому сломанному дереву. Обхватить его ствол могут только два человека. В некоторых домовладениях разрушены хозяйственные постройки. В общей сложности повреждения получили почти два десятка домов. Самое любопытное, что ветер наносил разрушение, можно сказать, точечно. К примеру, на улице Нижних Овдинская ураган прошел полосой шириной около 100 метров. В зону разрушения попал и дом Андрея Экскузиана. Мужчина горько шутит. Теперь на втором этаже можно считать звезды, лежа на кровати. О ночном ЧП говорит, оказаться во власти такой стихии даже врагу не пожелает. Шум, треск. Когда пошел в окно, я открыл штору и посмотрел, уже смотрю, два шара огненных прям идут по горе вниз. Я думал, уже эти дома загорелись. И, короче, потом понял, что это уже такие ураганы у нас бывали часто. Но такого не было, как вот этот раз за мои годы, прожитые здесь. Утром на место ЧП прибыли глава города, спасатели и представители управления ЖКХ. По мнению членов комиссии, одна из причин таких масштабных разрушений – ветхостроение. Старый шифер и прогнившие деревянные перекрытия просто не выдержали напора ветра. Так как все эти дома частные, то по закону помощь из муниципального бюджета выделить невозможно, – подчеркнул мэр. Не полагаются и страховые выплаты, так как ни один из домов не был застрахован. Тем не менее, власти города людей один на один с бедой не оставят. Сейчас постараюсь найти еще строителей, чтобы они помогли. Я подключил уже Союз Армян России в городе Сочи, у них есть копилка, есть денежки какие-то. Они немножко помогут за тем, кому это надо помочь. Но есть мужики здоровые, они будут и сами делать, и сами заплатят. А есть пенсионеры, которым невозможно. Ближе к полудню в Нижнюю Хобзу прибыли аварийно-восстановительные бригады «Кубанинерго». К 16 часам все повреждения на линиях были устранены. В администрации Лазаревского района сообщили, что поврежденные кровли будут восстановлены к концу недели. Галина Захарова, телекомпания «ФКТ». Галина Захарова, телекомпания «ФКТ».